Доброго времени суток! Сегодняшний наш ролик о посадке лиственницы от А до Я. Давайте посмотрим. Вот это в стаканчике у меня выращена уже лиственница двухлетняя. Вот это в стакане лиственница трехлетняя. Здесь тоже лиственница трехлетняя. А вот эти лиственницы им 4 года. Вот так. Давайте рассмотрим сами посадочки. Лиственницы семена я собираю осенью. Закладываю их на сортификацию. Либо в мох, либо в песок. Одну из двух убираю на нижнюю полку холодильника. Увлажняю. Раз в неделю насыщаю воздухом, кислородом и перемешиваю. Дальше весной это дело вынимаю комнатную температуру. И проросшие семена лиственницы я начинаю сажать по стаканчикам. По стаканчикам. У лиственницы, кстати, очень маленькая схожесть. Маленькая схожесть процентов, наверное, около 10-15. После чего рассаживаю по стаканчикам. Держу на улице. И как только стаканчик подрастает, пересаживаю. Тут у меня горшок 5-литровый, но это много для нее. Здесь горшок 2-литровый. Вот это, в принципе, у лиственницы не самая крупная корневая система на начальном времени. Этого, в принципе, хватает. Сейчас я буду сажать в горшок 3-литровый. Сейчас сходим посмотрим лиственницы, которые посеяны у меня в рассаднике. Вот здесь у меня в рассаднике посажена лиственница. Считаем. Раз. Это туйки. Два. Три. И вот четвертая. А теперь посмотрите, какой объем у меня посажен. И выросло только 4 лиственницы. Вот вам слово о схожести. Приступаем к посадке. Берем контейнер. Объем 3 литра. У меня написано южная сторона. Разворачиваю ее на южную сторону. Нанесли. Кидаем в грунт. Притрамбовываем. Теперь меряем стаканчик. Вставляем. Как раз высоты нам хватает. Сейчас еще маленечко притрамбуем. Если будете пересаживать, сажайте, не поливайте стаканчики сухие. Так как больно у тебя расширится. Берем таким образом. Спокойно достаем. Спокойно достаем. Вот так вот ком. Корни у нее видно. Сейчас я сразу сорняк удерну. Трава проросла. Так она росла на южную сторону. Таким же образом. И садим. Вставляем в контейнер. И обсыпаем вокруг. И трамбовываем. Так. Что нам дает такая посадочка? Дает при закрытой корневой системе, при закрытой корневой системе, хорошая приживаемость. Сейчас, в данный момент, можно, конечно, сажать лист сразу в большие контейнера. Большие контейнера. Ну, во-первых, это будет очень занимать место. Во-вторых, лиственница в процессе пересадки тоже имеет свой свой свой. Подзимбать. Не вся приживается. Мне нравятся вот так вот стаканчики. Что дальше мы имеем с сравнением? Теперь поливаем. В сравнении с закрытой корневой системой сравним. И открытой корневой системой. У нас сейчас на дворе июль. И я спокойно делаю пересадки. Не весной, не осенью. Сегодня у нас 18 сентября. И мы завершаем ролик по посадкам лиственницы. Лиственница у нас вот такая трехлеточка в горшке. У нее получается несколько раз подмерзла макушка. Раз подмерзла и раз подмерзла макушка. Два подмерзла. У нее получается две лидирующие ветки образовалось. И возможно здесь еще какая-то лидирующая вот на этой макушке образуется. Что нам это дает? Это нам дает, что мы сажаем детородное дерево. Не пиловочный. Эта лиственница не будет расти ровно вверх. Она будет такая кривая и многоветвистая. Это дает ей шансов больше выжить при рубке леса. Выбрали небольшой участок. Здесь маленькая трава. Низкая трава нужна для того, чтобы потом падали семена и прорастали. На высокий мох я не сажаю. Давайте приступим к посадке. Сделаем ямку. Так, делаем вот такую ямку. Делаем вот такую ямку. Смеряем горшок. Горшок заходит. Теперь на этом горшке вот метка у меня. Южная сторона. Потихонько, не знаю, сейчас один управлюсь, не управлюсь. Потихонечко сдвинул горшок. Одной рукой с пальцем стряхиваю. Смотрим корневую систему. О, червячок приполз. Вот так вот выглядит корневая система лиственницы трехлетки. Оставляем. Оставляем. Обсыпаем. Корни сильно не переплелись. Я их не расправляю. Грунт вокруг равномерно с каждой стороны обжимаю. Посадил, кстати, бугорок, вероятнее всего, это заброшенный муравейник. Судя по земле, вот такой. То есть земля получается кислая. Так, вот посадил. Еще раз делаю очертания. Это вот такая вот, посмотрите, старайтесь, если вы сажаете в лесу, то найти, где вот такая низкорослая трава, это даст нам следующее. Даст нам, что семена будут падать и вокруг прорастать ее. Так, еще один маленький нюанс. Если у кого-то есть возможность сорвать мне семена шишки лиственницы, то я с радостью почтой России возьму за адекватные деньги. Что касается, я беру семена лиственницы в деревне. У нас лиственницы растут. И мне уже третий год какой-то человек покосничает. Я, получается, весной подхожу, смотрю, сколько лиственниц шишек завязалось. Осенью прихожу, все шишки сорваны. В этот год я весной подошел, посчитал, там штук 25 шишек завязалось. Уже в июне я подошел к этой лиственнице. Уже ни одной шишки маленькой нет. Люди мне срывают, а видят, что я срываюсь с этой лиственницы шишки. Как говорится, мир не без добрых людей, но и злых в нем тоже хватает. На этом мы ролик с вами заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания. Берегите природу.